18 прошло около двух лет но вот по официальным данным на момент 2 2 лет назад на нашей планете обитает полтора миллиона инопланетян в том числе и те люди которые там моргают поперечно я могу чувствовать такое моргание да вот допустим вот интересно да вот не знаю среди вот тех людей которые просматривают будет интересного телевизора тут с уст этих людей выпадают из 2 которых я не буду сегодня владимир путин говорит что нет придут что придут тела не знаю вот наверное эти вот пришельцы на вот те вот на странице с этом сохранил просто видео ну вот отснятое видит петербург ну вот мировая игра разные страны многие играют голос поменял сейчас представьте да вот я вот могу подойти вот к зеркалу да вот тесто туда зеркало вот прям так камерой да вот допустим и короче говоря узнать своем голосе было другого человека ну вот представьте да вот так и таким таким же образом я мог почувствовать тех собеседников которые там пообщались с человеком этот человек пришел со мной поговорить вот так могу почувствовать тех людей которые до встречи со мной где-то там что-то там говорили тембра голоса звучание голоса если там знакомый человек будет его узнать по поведению почувствуем вот человек в этом понимании ну вот в моем понимании я могу разъяснить такое что вот я могу считывать да вот ну вот как экстрасенсы некоторые там считывают да вот на примере ну на примере да вот у нас в республику приехала мод 55 мотострелковая бригада там короче вот там меня сослуживец там служит короче говоря там им надо было что-то там выправить передний бампер от урала по моему от урала там я чего не там где-то там погнули вот сначала пришли да вот потом я с ними кого-то поговорил они вот пришли вот там корну там разожгли короче там решили выправить и короче говоря потом как-то раз вот с ними город поехал сел к ним машину ну вот машина старенькая иномарка вот представьте да вот я в первый раз силу эту машину да вот и почувствовал да вот что вот в этой машины первый хозяин был какой-то там иностранец их короче врезай понял из-за чего то вот у него какая вот просто сел туда и начал с ним разговаривать у меня вот как будто вот язык подворачивался в этом понимании да вот но в общих чертах что могу еще интересно рассказать а что вы можете там интересно рассказать ну я вот ну чё там рассказать из мира духов из мира и меньше и кручу лет ну то что вот я узнаю то что вот я вот почувствовал то что его чувствую их короче говоря там за в 13 шаманов 2014 году нас понимание человеческих чувств то вот в этом понимании я могу рассказать такое что первые иголки я почувствовал восьмом классе вот прямо в сердце в кололик тогда вот ну потом меня вот давление подскакивало и короче говоря короче говоря вот ну потом после школы вот мне вот сделали укол тогда я вот чуть не умер давление упало на 50 на 60 не вот сделали укол по моему там что-то там вкололи меня какой-то там горячие обжигающие венозные вот я говорю там еле-еле больно вот я не короче в мышцу да вот потом полежал немного глазах потемнело голос фельдшера который сделал укол славы длинных коридоров и короче говоря там я вот рухнул но потом приехал в скорую такие вот интересные факты представьте да вот у вас в жизни такое бывало да вот допустим и тут ведь и вот вечером сидите лет она вот я вот сидел у себя там дома в селе вот у нас сосед сосед умер был похороны были короче короче там это его там сотрудники полиции ну тогдашней милиции ну вот просто вот избили до смерти да вот а он короче вот подписал контракт и короче говоря вот вот недавно вот в кузыле да вот плане криминала да вот ну вот одного там сотрудника полиции убили да вот чаяна вот символ да вот другой стороны сотрудники и действующие сотрудники полиции являются вот такими вот человеками да вот вот человек убили да вот через месяц где-то там пропал несколько недель искали его там потом от объявлению сеть найден неизвестный человек если кто-то там опознает обращается по данным адресу по телефону да вот мать говорит там но это вот не наш сосед говорит и вот посмотрел потом мать соседям соседям рассказала не поехали я казалось вон да вот но там моргий много-много дней пролежал но представьте да вот в тот вечер когда его вынесли да вот их короче говоря там на следующий день собирались похорон похоронить вот мы там летом сидели у нас времен там лада вот домик маленький короче говоря вечером под свет фонарей во дворе и вот соседей да вот начался дождь вот представьте да вот звук дождя стучит по шиферу да вот а на самом деле вот вместо дождя сыпет сыпется жуки такие вот коричневые там у меня в публикации есть размеры тоже по вот представьте да вот весь двор от этих вот лучей вот ламп сияют эти вот вот спины этих жуков ну как будто там как будто там маленькие осколки стекла в там высыпано и короче говоря через несколько минут все эти вот жуки куда-то там пропали да вот и осталось только то количество жуков которые мы успели раздавить на следующий день вот вот вред оставалось вот несколько штук по моему а так весь двор вот все дома там и и и в дом залетают и и по крышам стучатся мод представьте да вот идет такой вот дождь вот вы там сидите вот где-то там сарае и летит там и и до штучит по шиферу да вот и такой характер из двух раздается их короче там а на самом деле вот у вас как будто вот с неба вот посыпался дождь ну вот это вот так казни египетские да вот как были но представьте да вот душа вот душа человека хотела покоение да вот когда он все-таки прибыл домой через через некоторое время короче вот душа поиск вот душа кручего в то время не упокоенная было да вот тело короче вот нужно было предать земле и поэтому в тот день выпал такой обильный жукопат дождь и жуков вот я могу рассказать что был у меня в детстве да вот ну примерно вот в пять или в шесть лет у меня вот просто закружилась глава короче вот ну там стоянки стоянки тетки да вот это были девяностые у нас ну вот у меня вот ладонь на вот у меня вот теперь пальцем он этот пальцем умный я могу снять что-то там трубу и вот ну вот у меня вот была пшеница на ладони и круче у меня он сильно закружилась глава я вот стою свечусь и меня вот из левой ладони то пшеница ну вот короче вот пшеница то что вот была вот ну вот упала вот на на землю и короче вот когда вот эти вот сами зерна вот упали на землю на навоз короче вот эти сами зерна сначала вот вот представьте да вот зерно потом обросло каким-то то щипами то вот и короче таким образом постепенно вот будучи и вот таким зерном постепенно вот так превратилась в этих опарышей, да, вот эти вот опарыши оживляются личинками мух и, короче, говорят, вот представьте да, вот у меня вот в жизни такое было теперь надо вот там еще вот семена шиповники, видите, их в червей превратилось ну, короче, у меня в 93-х класс был сильно развит и, короче говоря, там некоторые люди какими-то там препаратами, ну вот недавно вот сказали, что вот военные травят таких людей как я, вот, которые видят параллельные реальности там еще случаи в 90-х недавно вот путешественники из будущего там побывали мои родители 1986 года прибыли из Советского Союза ну, вот молодые короче говоря ну, вот такая вот у меня жизнь, вампиры там, всякие разные путешественники во времени ну, что еще вам интересно так рассказать там еще и магия, там такая еще обряды шаманов ну, вот представьте, да, вот живу без души вот, ну, вот как недавно вот говорили, да вот, существо под именем Эль Эль это вот древнее существо это вот творение шумеров в клинописных текстах у шумеров упоминается про этих созданий Эль существа без души я могу жить душой собаки ну, вот представьте, да, вот собак у меня вот сколько раз бывало, да, вот ну, вот много таких случаев я могу вот почувствовать запах этих животных силы разных ну, вот шаманов допустим ну, вот ну, короче говоря вот ну, в некотором вроде вот некоторые люди вот мои такие способности стараются подавлять так как они вот боятся то, что вот моя сила превосходит силу да, вот так как 21 декабря 2012 года через 6 звезд солнечной системы и 6 планет солнечной системы прошла большая энергия ну, вот говорят на том все вот земли скопилось если там туда пойти я могу забрать силу ну, короче вот меня из России не пускают и даже вот редко выпускают из республики Това меня вот эти вот люди в погонах постоянно сопровождают ФСБшники всякие действия отрабатывают короче говоря вот ни хрена хорошего такого не покушаешь не пройти диспансеризацию не проверить даже вот голову на МРТ проверить не могу и короче говоря вот такая вот ну, живу как в осаде вот ну, прикиньте да, вот там и военные ну, вот военные понимания международного там параллельной реальности говорят там 30 параллельных реальностей короче говоря я вот недавно видел параллельной реальности короче вот недавно вот родители с 1986 года прибыли ну, вот постояли постояли и обратно ушли в прошлое ну, вот короче вот опять сохраню в прошлое 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 Продолжение следует...